Есть такая хорошая фраза, он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, и делать мы с ним ничего не будем. Глобально, о чем они говорят? Говорят, что Путина обманули, но он предлагает для профилактики отрубить голову Лаврову. Кстати, если уж предпринимать такие меры в МИД Российской Федерации, можно меня включить в комиссию? Я там добавлю несколько фамилий. То есть я или предатель, или дурак. Руби голову мне. Нет, ну это уже не будет, правильно? Это он говорит и о Лаврове, и о Шойгу. Про министра обороны я уже сказал. Редкостное сочетание дурака, вора и мерзавца, тупого как пробка, вот у нас на посту министра обороны. И после этого какой-то Крым не бутерброд, которого, кстати, Гиркин тоже хочет казнить, будет говорить о том, что нужно бороться с коррупцией в российской армии. Мне описание гениальных воинских талантов Сергея Кожугетовича в исполнении Гиркина нравится. Кстати, он тут наговорил уже настолько статей Криминального кодекса современной России, что не исключено, что его посадят в соседнюю камеру вместе с Навальным. Помнится, когда-то они даже проводили онлайн-дебаты. Это было здорово. Лидер российской оппозиции и российский террорист размышляли на тему, как они будут строить Россию будущего. Но что-то пошло не так. Если он кто-то хочет меня это спросить, ну ладно, я готов. Я это скажу и на суде, если меня туда притащат. По оскорблению личности этого существа. Я еще много чего могу сказать на суде. Но суд, конечно, будет закрыт. Тут нужно все-таки уточнить, что существо в данном случае является не Навальный, а Шойгу. И это правильно, потому что сидеть-то придется с Навальным. Ну, тоже о чем говорили много раз. Начинать надо с кадров. Кадры решают все. Для того, чтобы в армии хотя бы немножко стрепенулись люди, причем стрепенулись на всех уровнях, надо немножечко пройтись по голове рыбы, которая полностью сгнила. И все это видят. Это всем очевидно. И в армии тоже. Очень интересно было послушать такую оценку российских войск. И их военных командиров, начальников, генералиссимусов. Да, Гиркин говорит, что не все российские военные дебилы. В принципе, сравнение тоже интересно, да? Как это мне напоминает. Путин не сумасшедший. Российские военные не все дебилы. Путин лучше Гитлера. Ну, или хуже. Опять же, в комментах можете написать. Ни в чем себе не сдерживайте. И знаете, это очевидно не только мне, который там на уровне покатался по дорожкам, немножко что-то посмотрел. Люди не слепые, не глухие. Отнюдь. Более того, люди, в общем-то, не особо даже на среднем уровне в частных разговорах скрывают свое мнение. И мнение оно, как оно сказать, не вполне комплементарное. Ни по отношению к президенту, ни по отношению к министру обороны. Да и Суровикина не шибко я сказал бы, что любит. Но к нему меньше всего претензий, несмотря на все его там, ни на Киевскую деэскалацию, ни на Херсонский отход. Все понимают, что не он принимает решение. И после этого Игорь Иванович обижается на свою страну, на свою родину, что его не берут в армию. Так он же просто скандалист. Он сомневается в гении российских военачальников, критикует их. В армии так нельзя. Да, сдадут Украину на Западе, отдадут часть Польши, отдадут часть Венгрии, часть Румынии и так далее. Соединенные Штаты Америки уже не видят проблемы в том, чтобы Украина поражала военные цели на территории Российской Федерации. То есть это инсайдерская, неофициальная мысль, которая была озвучена. Как вы думаете, кому она адресована в первую очередь? И насколько она является тяжеловесной мыслью в контексте войны? Ну, я думаю, сперва, это важно, что это не только инсайдерские какие-то данные, а сказал наш министр обороны, что Украина имеет полное право бить по военные цели на территории России. Это очень очевидно, потому что со территории России и пускают бомбардировщики, которые пускают ракеты на гражданскую инфраструктуру Украины. И это необходима защита вашего народа, чтобы такие удары предпринимались. Я думаю, что мышление в США чуть-чуть другое. Они тоже сказали недавно, что мы никак не способствовали и не советовали делать такие удары. Дело в том, что Россия может рассматривать американское участие в этом как эскалация, которая может втягивать НАТО в более широкую войну. Так что они понимают, что вам нужно наступать на боевые цели на территории России. Но они хотят, чтобы все поняли, что это было ваше оружие, что вы развили это оружие и что мне дали какие-то ракеты с большей давностью Украине. Я бы хотела вас спросить об оружии, о системах Патриот, которые Германия все-таки говорит, что не даст украинской стороне. Соединенные Штаты Америки вроде были как не против, чтобы Германия передавала их Украине, но что-то не случилось. Вот по вашему мнению, почему Германия все же не хочет, скажем так, передавать Украине такое более мощное оружие и противоппу? Я не все слова знаю, как переводить на русский язык. Противовоздушная система. Противовоздушная система, извините. Я думаю, что есть разные стороны этого вопроса тоже. В принципе, это НАТО сказал, что они не против передачи Патриот на Украину. Тут есть практические вопросы тоже насчет обучения системы. Система Патриот очень сложная. И понятно, что НАТОвские войска не будут помещаться вместе с ракетами на территории Украины. Вот это вопрос номер один. Вопрос второй, что Германия все время старается как-нибудь, ну как сказать, тихо ходить в этом отношении. Они помогают. И вот я очень приветствую, вот, по-моему, или вчера, или позавчера еще объявили, что некоторые оружия дадут Украине. Но мы все вспомним, как в первых дней войны объявляли все помощи, и немцы хотели давать пару шлемов. Пять тысяч тассов. Да, да, да. У них все время сдержанное отношение к этому способствует передаче оружия. Они все дают, но обещают долго. Вот вчера они, по-моему, тоже объявили, что какие-то значительные оружия дают, что спасибо им. Это планировано за 2024 год. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДЕЛИТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Реквізити в описі до відео.